Да сто процентов, Пиксель, кузнец скрывает что-то очень страшное. Да кто тебе такое сказал, носатый? Ну ё-моё, может он решил просто перестраховаться? Ну мало ли, проводит в кузнице какие-то эксперименты. И для того, чтобы деревня жителей не пострадала, решил вот так вот прокачать своё жилище. Да ты не понимаешь, Пиксель, ну ты посмотри на его домик. Повсюду обсиден, железные блоки, а дома установлены лазеры. Ё-моё, ну блин, носатый, ну это просто абсурд какой-то, ну не похоже это на кузнеца. Не похоже, чтобы он что-то скрывал от жителей деревни, я уверен, что всё нормально. Я умоляю тебя, Пиксель, разберись с этим, вся деревня напугана. Ой, ё-моё, ладно, ладно, хорошо, носатый, раз уж вы так сильно переживаете, я с подписчиками сегодня постараюсь в этом разобраться. Но мне кажется, что это просто какая-то бредятина. Да, кстати, ребятки, всем привет, меня зовут Пиксель. Ну и как вы уже поняли и как вы уже заметили, прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И как вы слышали, в нашей деревне произошли небольшие обновления. Кузнец, который живёт по соседству от моего домика, решил, мягко говоря, его, ну, немножечко прокачать. Теперь он выглядит вот так вот, весь дом усыпан обсидиан какими-то железными блоками, а вход даже замурован вот в такие вот решётки. Да и само выражение кузнеца, знаете, ну, оставляет желать лучшего. Действительно, складывается впечатление, что он может там что-то скрывать. Но опять же, ребята, я кузнеца знаю очень давно и кучу раз попадал с ним в разные непонятные ситуации. И ни разу такого не было, чтобы он делал что-то, ну, мягко говоря, незаконное или, мягко говоря, неправильное. Ну вот чё ты сюда пришёл, Пиксель, давай отходи в сторонку. Да, и тебе доброе утро, кузнец. Я дело в том, что хотел поинтересоваться, чё у тебя там происходит. Это не твоё дело, Пиксель, какая разница, что происходит у меня дома? Да я понимаю, что ты не обязан мне ничего рассказывать, но, блин, мы всё-таки живём в одной деревне, мы друзья как-никак. А с тобой мы ещё и более того соседи, мало ли там, я не знаю, ты какой-то динамит новый крафтишь, взорвётся тут ещё всё. Никакой динамит я не крафчу, Пиксель, не надо тут лазать. Ладно, ладно, хорошо, извини, я постараюсь так не делать. Ё-моё, вот видимо, ребята, вот эта вот чрезмерная секретность нашего кузнеца, в принципе, и смущает жителей деревни, потому что ведёт он себя действительно очень и очень странно. В доме действительно огромное количество лазеров, и попасть, ребята, туда в буквальном смысле очень и очень трудно. Вы посмотрите, весь дом в лазерах, и, блин, более того, там ещё и лава! То есть даже если я прямо сейчас, ребята, возьму кирку и как-нибудь аккуратненько вот тут вот прокопаюсь, то пройти мимо вот этих лазеров не получится. И вы посмотрите, ребята, я, я изначально этого не заметил. В глубине домика за последними лазерами установлен какой-то сундучок. И как я понимаю, именно этот сундук и охраняет наш кузнец. Но, блин, ребят, напишите, пожалуйста, ваши догадки в комментариях, серьёзно. Что такого может храниться в сундуке, который охраняется железными блоками, обсидианом, лавой, ещё и лазерами? Я, если честно, даже представить не могу, потому что, блин, когда в нашу деревню приезжает огромное количество изумрудов для того, чтобы выдать зарплату, мэр просто кладёт это в какой-то банальный сейф и никто это не трогает. Но кузнец что-то слишком сильно перестраховался, он даже взгляда с меня не спускает. Офигеть, конечно, вот это действительно очень и очень странно. И поначалу я, знаете, как-то скептически относился к идее и жителям разобраться в этом. Но сейчас я, мягко говоря, очень сильно в этом заинтересован. Действительно интересно понять, что такого скрывает наш замечательный кузнец. Есть у меня, конечно, одна идейка, как можно быстро туда пробраться, но для этого, как вы понимаете, нужно отвлечь нашего кузнеца, потому что, ё-моё, он даже не двигается. Он как стоял на одном блоке, так там и стоит. Поэтому, ребята, нужно что-то придумать, что отвлечёт кузнеца, и он хотя бы на несколько секундочек, на несколько минуточек отойдёт от своего домика. Единственное, что его может заинтересовать, это, как мне кажется, знаете, выдача какой-то зарплаты. Я не уверен, что это сработает, но, во всяком случае, нужно вместе с вами попытаться. Поэтому открываем дверки, ребята, и подходим к этому кузнецу. Слушай, дружище, в общем-то, новость очень важная. Там мэр какие-то премии выдаёт или что-то подобное, какую-то зарплату. Я, короче, полностью не разобрался. Прямо зарплата? Как она послезавтра? Ну, может быть, раньше денюжка из города приехала. Ты бы сходил, ну, посмотрел, что там. Точно? Да, конечно, точно, житель. Я тебе что, обманывать, что ли, буду? Ладно, Пиксер, сейчас гляну. Вот, давай. А я пока что тут быстренько попробую, знаете, как-то посмотреть, что находится внутри. Так, ребята, чтобы пройти между этими решётками. Вот так вот, как говорится, всё в себя. Втягиваем животик, ребята, и проходим вот так вот бочком между вот этими вот железными штуками. Открываем дверку и обязательно смотрим под себя. Я хочу просто, ё-моё, посмотреть на эту защиту изнутри. Ёшкин кот, блин. Как вы понимаете, лазеры сломать у меня не получится. Они капец какие горячие. А, знаете, как-то пролететь вот тут вот, ну, ё-моё, ребята, я не из какого-то боевика. У меня точно это не получится. Поэтому для того, чтобы пробраться ближе к этому, опа, сундучку, мне нужно, ну, как минимум, ребята, знаете, стать маленьким. И, кстати, стать маленьким, это, как мне кажется, просто офигенная идея. Серьёзно, ё-моё, ребята, блин. Как я сразу об этом не подумал. Действительно же можно уменьшиться и просто в мини-пиксель пробраться в домик этого кузнеца. Как вы видите, он уже вернулся. Мне туда подходить не нужно. Моя задача подготовить всё самое необходимое и просто пробраться в его кузнецу, ребята. Это будет реально ограбление века. Ну и что же, ребята, спустя приблизительно 10 минут я всё полностью подготовил. Это вот такая вот маленькая штуковина, которая позволит мне, опа, уменьшиться. И вторая штуковина, которая позволит мне увеличиться. Как мне кажется, всё довольно-таки логично. Ну и, естественно, ребята, у меня есть вот такой вот волшебный молоточек. С его помощью можно делать очень маленькие, просто, знаете, ювелирные отверстия в блоках и пробираться действительно незамеченным. Так, кузнец немного поменял, так скажем, свою позицию, но... Но чтобы лишний раз не вызывать подозрения, нужно вот так вот, невзначай, пройти мимо него и всё будет нормально. Миксель, чё ты тут расхаживаешь целый день? Я же сказал, не надо тут ходить. Кузнец, да ё-моё, да больно ты мне нужен. У тебя домик стоит прямо на центральной улице. Я вышел из своего, иду вот сейчас в сторону грядок, нужно там одному носатому помочь. Смотри мне, пиксель, я за тобой слежу. Да следи, ради бога, носатый, я тебя не трогаю. Фух, ребята, чё-то он какой-то слишком подозрительный. Благо он вроде за мной не идёт, поэтому, знаете, становимся вот так вот к стеночке, куда-нибудь вот сюдашеньки, и быстренько опачки, вот таким вот образом уменьшаемся. И теперь, ребята, делаем те самые отверстия. Ё-моё, мы вместе с вами в буквальном смысле сейчас прорубаем себе проход в этот домик. Ребята, я в шоке. Никогда бы не подумал, что ограбление будет настолько необычным и настолько интересным. Самое главное, ребята, быть всё равно предельно аккуратным, потому что, как вы понимаете, впереди нас установлена самая настоящая лава. И, блин, если я вот таким вот маленьким провалюсь в неё, то у меня будут огромные, ребята. Я бы даже сказал, колоссальные проблемы. Ё-моё, господи, как же долго ломается этот блок по частям. Давайте я вообще посмотрю, насколько мне далеко туда копаться, и... Ааа, ё-моё, во, всё, ребята, всё, не так уж и далеко, ё-моё. Я уже, если честно, просто очень сильно устал нажимать на левую кнопку мыши, и самое главное, случайно не начать, фух, копать обсидиан. Нервы, конечно, не к чёрту, ребята, но, сами понимаете, ограбление того стоит. Нужно убедиться, что там всё в порядочке. Так, прокапываемся, прокапываемся немножечко вперёд. Проходим аккуратненько, ребята, и сейчас выходим вот в эту замечательную кузницу. Так, убираем вот эти блоки, и вуаля, я внутри этого домика. Лазеры меня вроде как... Тихо, тихо, тихо. Лазеры, лазеры меня не достали, а это самое главное. И вот, ребята, тот самый сундук, который так сильно скрывает наш кузнец. Ё-моё, вы только посмотрите, какой я маленький по сравнению с этим сундучком. И теперь, как говорится, самое главное сделать всё максимально правильно. Давайте подойдём вот к этому уголочку, мне кажется, он более безопасным. И аккуратненько, аккуратненько, ребята, начинаем пробираться в этот сундучок. И подождите-ка, подождите-ка, ребята, я уже кое-что вижу. Ё-моё, стоп, стоп, что? Подождите, стоп, я что-то не понял. В этом сундуке не лежит ничего, кроме денег, изумрудов и алмазов? А возникает вопрос, а нафига я сюда пробирался вообще? Он просто хранит тут какие-то свои ресурсы. Тут, Ё-моё, тут даже ресурсами не пахнет. Тут, подождите, лежит три изумруда, ну, немножечко денюшек. И, судя по всему, два алмазика. Ё-моё, тогда у меня возникает логичный вопрос. А для чего такая система защиты? Мне кажется, вот на эти блоки, на эту лаву, на эти лазеры, он потратил, ну, раз так в 20 больше изумрудов. Как-то всё это, если честно, очень и очень странно. У нас была такая, ребята, просто невероятная операция по проникновению. Я даже, если честно, понадеялся, что мы найдём там что-то капец какое запрещённое. Но, блин, кроме самых обыкновенных ресурсов, мы нашли ровным счётом ничего. Кузнец, ты, конечно, извини меня за такой вопрос, но я не могу его не задать. А нафига ты такую защиту для денюшек построил? Чего? А ты откуда знаешь? Ну, потому что защита твоя, конечно, ну да, прикольная, но, блин, она вызывает слишком много интереса. Мы с жителями деревни подумали, что ты там что-то секретное скрываешь, я поэтому и пробрался. Обалдеть просто, ну ё-моё, блин! Я эту защиту купил в интернете для того, чтобы меня никто никогда не ограбил, и всё, меня снова ограбили! Блин, Сатый, ну ты извини, конечно, что так получилось, я не хотел как-то твою защиту ломать. Ну, ребят, вы же сами понимаете, ну, защита, ну, действительно, какая-то странная. Ты, наоборот, вот такой вот системой безопасности буквально кричишь для всех гриферов Майнкрафта, мол, типа, ау-у-у, вот тут лежат деньги! Лучше бы ты просто сундук не пойми где закопал, и то было бы лучше. Ох, Носатый, если тебе действительно нужна будет защита, ты ко мне с подписчиками обращайся, и я тебе нормальную защиту сделаю. А вот это, если честно, ну, просто какая-то ерунда, тут банально между прутьев можно вот таким вот образом пройти. Ох, ребята, кузнец, как обычно, в своём репертуаре, но есть, естественно, плюсы. Мы вместе с вами сегодня убедились, что кузнец не планирует взорвать нашу деревню. А это, как вы понимаете, очень и очень важно. Ролики я буду на этом заканчивать, не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, до завтра и пока-пока.